Спасибо большое, Хелэн, за эту интервью, и приветствую, Елена. О климатическом и других кризисах, в частности, кризиса коронавируса, который разразился в данный момент. Это будет обзорный доклад. Как обстоят дела в сфере борьбы с изменением климата, и что мы можем сделать? Если у вас возникают вопросы во время доклада, пожалуйста, напишите их в чат. Я слежу за чатом, и потом мы зададим эти вопросы Наоми. Наоми, пожалуйста, приступайте, вам слово. Благодарю, Ангелина. Сейчас я попробую показать свой экран. Видно ли мою презентацию? Да, секундочку, да, отлично видно. Доброе утро, благодарю за приглашение. Меня зовут Ноэми Ле Пранс Ранге, Всемирный институт ресурсов. И меня интересуют цели в сфере борьбы с изменением климата. Сейчас я хочу описать состояние дел с климатическими амбициями, и что пандемия привнесла, что это значит, в том числе и для восстановления экономики, и для целей в сфере изменения климата. Это общеизвестно. С принятием Парижского соглашения в 2015 году решили наметить траектории для того, чтобы температура на планете не повышала больше, чем на 2 градуса к концу столетия. И если посмотреть на исследования, для достижения этой цели нужно вдвое сократить выбросы до 30-го года, для того, чтобы избежать самых пагубных последствий глобального потепления. Для того, чтобы в странах принималась более активная климатическая политика по Парижскому соглашению, каждая страна должна подготовить то, что мы называем национально определенные вклады, или NDC. NDC – это будет единственная аббревиатура, или национально определенные вклады, которые я буду использовать. Они будут обновляться каждые 5 лет с 2020 года. Ожидается, что будут повышаться цели в этих планах, и таким образом будет сокращаться объем выбросов. Сейчас, с 2015 года действуют первые планы. И если так будет продолжаться, то до конца столетия температура вырастет до 3,5 градусов. Это не соответствует Парижскому соглашению. Соответственно, необходимо обновить NDC, если мы хотим выполнить цель Парижского соглашения. На этом слайде изображен путь. Какими должны быть цели до 2050 года? Вот так это должно было выглядеть на данный год, хотя мы понимаем, что коронавирус, конечно, поставил палки в колеса и смешал планы. Потому что все внимание занял собой кризис коронавируса, и это обоснованно. Мы видим, что можно повысить планы разными способами в соответствии с внутренней спецификой конкретной страны. Что мы имеем в виду под совершенствованиями NDC? Потому что вы понимаете, что NDC – понятие широкое, которое покрывает много отраслей. В нашем институте, когда работа только началась, мы разделили различные способы совершенствования NDC. Мы выделили четыре категории. Первое – усиление по предотвращению изменений климата. Если полностью внедрить такой NDC, это значит, что в целом выбросы парниковых газов будут меньше, чем если бы план вообще не менялся изначально. Второй способ – это адаптация. Если в NDC включены такие элементы, которые упрощают выполнение целей, поставленные в текущем NDC. Далее – осуществление. У большинства стран уже применен этот способ в текущих планах. И, наконец, последний пункт – информирование. Чтобы страны могли четко и ясно объяснять или давать разъяснение о том, какая именно цель, что такое референтный год, что такое исходный показатель выбросов и так далее. Мы с партнерами разработали ряд справочников. У нас есть общий справочник, который был опубликован в сентябре. И потом в КОП были также опубликованы другие руководства о совершенствовании национальных обязательств. И они были разбиты по ряду секторов, в частности, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт и так далее. Далее. У нас есть счетчик или отслеживание. Мы отслеживали стран, которые взяли на себя определенные обязательства. Страны, которые сообщили об намерении обновить НДС, страны, которые не выступили с намерениями в отношениях НДС. И есть страны, которые уже подали свои национальные вклады к 2020 году. Посмотрим на карту. 33 страны, в том числе страны ЕС, сообщили о намерении обновить НДС. 105 стран сообщили о намерении поставить более высокие цели. И 10 стран уже предоставили свои национальные вклады. Или НДС. Интересно, что 105 стран, которые намереваются ставить более высокие цели в этом году, на них приходится 15% мировых выбросов. И это хорошо. И это хорошо. Эти страны хотят быть более амбициозными. Это значит, что страны надо хвалить и поддерживать. Но 15% это мало. Конечно, надо, чтобы в этот клуб вступили и страны, у которых выбросов самые большие. Кроме того, почти весь африканский континент, 45 африканских стран здесь впереди планеты всей, которые уже подали свои планы. Стран, которые загрязняют сильнее всего. Ничего не слышно от США, Китая, Индии. Они, конечно, не обещали повышать свои климатические цели в этом году. А кто же уже подал свои национальные вклады? 10 стран. На них приходится 2,9 выбросов. Первыми были Маршаловы острова. Они еще в 2018 году подали свой вклад. И в 2019 году этот план подал Суринам. И это ничтожная часть мировых выбросов. Но, тем не менее, это некоторые заявления о том, что малые страны, которые уже страдают от изменения климата, готовы сделать все от них зависящее для предотвращения катастрофы. Но позднее Норвегия была первой развитой страной, которая заявила о намерении поставить более высокие цели в отношении НДС. Далее Молдова, вы знаете, небольшое государство в Центральной Европе. На Молдову приходится менее процента мировых выбросов. Но, тем не менее, Молдова намеревается на 70% снизить свои выбросы по сравнению с 1990 годом. Очень амбициозная цель. Кроме того, можно было бы сказать о Сингапуре, Чили, Руанне, Сингапуре, Новой Зеландии. Я сейчас не буду подробнее на этом останавливаться, но хочу обратить внимание на Чили и Руанду. Совсем недавно, на днях буквально, они опубликовали свои усовершенствованные планы. Там много изменений по сравнению с 2015 годом. И это пример другим странам, которому стоит последовать. У Чили и у Руанда появились новые планы в разгар кризиса, связанным с коронавирусом. И это означает, что восстановление после коронавируса также может вылиться в ситуацию win-win взаимной выгоды, если координировать этот процесс. И что касается Японии и Новой Зеландии, они, к сожалению, втихаря подали свои планы, которые не изменились по сравнению с пятилетним промежутком. Это значит, что эти страны пользуются ситуацией с пандемией просто как оправданием, как поводом сказать, что сейчас мы просто не можем себе ресурсно позволить бороться с изменением климата. И это совершенно неправда. Есть много исследований, показывающих, что борьба с изменениями климата приводит к росту экономики и улучшению здоровья. Что касается Евросоюза, Евросоюз пообещал обновить свой НДС в этом году. Как вы знаете, КОП-26 — это конференция ООН, проводимая ежегодно, где идет разговор об изменении климата и борьбы с ним. Вы знаете, что КОП-26 отложили, но, реагируя на это, Еврокомиссия подтвердила, что темпы не снижает и по-прежнему готовит новый расширенный НДС. Поэтому можно надеяться, что КОП-26 будет продолжать придерживаться своего графика и подаст обновленные национальные вклады. Но сейчас пандемия приводит к тому, что Европейскому Союзу приходится полностью переоценить свои планы на 2020 год. И пока что слишком рано говорить, как Европейский Союз сможет выйти из пандемии. Тем не менее, мы видим, что пандемия еще раз подчеркнула, насколько важно работать над вопросами климатического характера. Об этом говорили многие заинтересованные стороны и руководители стран Европейского Союза. И также подчеркивали, насколько важно принимать этого внимания в процессе принятия решений. Поэтому, как я уже говорила, сейчас Европейский Союз пересматривает свои планы на 2020 год. И завтра уже должна появиться пересмотренная версия планов, финансовых планов. Это будет очень важным сигналом в плане финансирования. И тогда мы пойдем, куда на самом деле направляются деньги. Направлены ли они на те заявления, которые мы слышали от лидеров Европейского Союза? Подкрепляют ли они это действиями? Поэтому ждем, что будет завтра. И сейчас я хочу остановиться. На секундочку, у меня есть вопросы к участникам. Я не знаю, как они будут отвечать, но начало ли правительство ваших стран пересмотр определенных на национальном уровне вкладов перед конференцией ООН? Итак, большое спасибо вам за вопрос, Наэми. Дорогие участники, пожалуйста, в чате сейчас проголосуйте. Один, если ваша страна начала процесс пересмотра своей ОНУФ. Два, если нет. И три, если вы не знаете об этом. Пожалуйста, начинаем голосование. И напишите нам циферку в чате, для того, чтобы мы поняли, что у вас в странах. О, да, кстати, вот кто-то поставил значок прямо на слайде. Так тоже можно делать, замечательная идея. Поэтому голосуем либо на слайде, либо в чате. Да, поэтому, как мы видим, несколько стран начали процесс пересмотра, определяя на национальном уровне вкладов. Да, у нас больше ответов, да, чем нет. И довольно интересно то, что никто не отвечает, не знаю. Это показывает уровень экспертности наших участников. Да, это здорово. И пока у нас продолжается голосование, Наэми, я предлагаю вам продолжить презентацию. Слайд можно переключать? Да, да. Хорошо. Мы можем продолжить голосование в чате. Хорошо. Замечательно. Большое спасибо. На самом деле, почему странам стоит пересматривать свои ОНУФ? Понятное дело, что пандемия все перевернула с ног на голову. Но давайте подумаем, как связаны климаты и то, что происходит сейчас с пандемией. Можем ли мы позволить себе не уделять столько внимания климатическим изменениям? Или же стоит их совершенствовать? Во-первых, мы знаем, что мы не достигаем пока что целей, заявленных в Парижском соглашении. Необходимы немедленные изменения для того, чтобы цели достичь. Именно поэтому необходимо совершенствовать наши целеустремления. Но помимо этого, зачем нам сейчас их совершенствовать? Поскольку с 2014 года и 2015 года, когда страны разрабатывали свои первые ОНУФ, мы замечали огромные изменения в плане технологий, сокращения издержек и затрат. Но помимо этого, разработок новых политических мер, передовой практики и сейчас у нас огромное разнообразие различных инструментов. И сейчас появились новые возможности для того, чтобы усилить наши действия по борьбе с изменениями климата. Например, возобновляемые источники энергетики стали намного более доступными по сравнению с прошлой. И сейчас все больше людей понимают, что борьба с изменениями климата – это не абуза для экономики страны, а новое окно возможностей. Именно поэтому предпочтительно уделять внимание борьбе с изменением климата и активизировать деятельность. Как я уже ранее говорила, пандемия коронавируса переключила фокус внимания многих стран. Тем не менее, на самом деле, пандемия – это просто проверка. Проверка, насколько мы готовы действовать сейчас, потому что климатический кризис на паузу не поставишь. На самом деле, климатический кризис продолжает и далее развиваться. Поэтому уже сейчас правительство различных стран пытается сделать все возможное для того, чтобы спасти экономику стран. Идти тот выбор, который они будут делать сегодня, будет очень значим и скажется на будущем наших стран. Поэтому сейчас им стоит делать мудрый выбор и принимать мудрые решения. Я не хочу сейчас все смешивать. Мы должны признать, что ОНУФ и планы экономического восстановления после пандемии, понятное дело, перед собой ставят разные цели. Тем не менее, основная цель ОНУФ – это борьба с климатическими изменениями, а пакет восстановления после пандемии – это экономическое восстановление. Но в обеих есть связующие звенья, которые объединяют эти две цели. И очень важно в данном контексте создать устойчивость и стойкость. Без этого ни ОНУФ, ни пакеты по экономическому восстановлению не сработают. И понятное дело, что для работы с ОНУФ и мерами по восстановлению политические деятели используют различные наборы инструментов. Но цели одинаковые при длинной бездности, улучшении благополучия, социального благосостояния и здоровья людей. И политические деятели должны подумать, как можно подвязать друг к другу эти два элемента, эти два процесса, чтобы они были взаимодополняемыми. Для того, чтобы создавать новые рабочие места, либо заново запустить цепи поставления, работать над повышением безопасности продуктов питания. И это позволяет также внедрять промышленные трансформации преобразования. Понятное дело, что временные рамки у нас разные. Тем не менее, эти два процесса накладываются друг на друга. Потому что возможность достичь целей, которые были поставлены к 2030 году, очень сильно зависит от того, как мы выйдем из этого кризиса. На самом деле, также можно посмотреть на некоторые элементы АНУФ, например, политические меры и цели, которые можно превратить в практические мероприятия. Итак, на этом слайде я хочу показать вам, что есть секторальные меры и политика, которые выступают в роли связующего звена с мерами для выхода из кризиса, сложившегося ввиду пандемии, и целями, которые установлены по АНУФ. Здесь мы говорим про создание рабочих мест, но при этом дополнительные преимущества, которые связаны с климатическими целями. До этого я уже говорила про возможности повышения АНУФ в различных секторах, и мы прописываем ключевые рекомендации, которые позволяют странам определить секторальные возможности для совершенствования обновляемых вкладов. Поэтому можно посмотреть на эти рекомендации, чтобы понять, что стоит вложить больше ресурсов для того, чтобы достичь максимально положительных результатов. В этой таблице вы можете увидеть, как это работает. Давайте возьмем, например, энергетический сектор. Например, можно направить финансирование на повышение поддержания производства возобновляемой энергетики, либо производство оборудования для возобновляемых источников энергетики. Потому что многие исследования показывают, что если начать создавать инфраструктуру для производства возобновляемой энергетики, то можно в два раза удвоить количество рабочих мест на каждый вкладываемый доллар по сравнению с инфраструктурой для обычных, конвенциональных источников производства энергии. И здесь мы говорим про различные цели, такие как установление мощности ВИИ, долю ВИИ в энергетическом балансе. И в дополнение к Руанде, которая уже подала обновленную НУФ, есть еще несколько стран, которые также готовы бороться интенсивно с изменением климата. Начну с Испании. На прошлой неделе Испания к 2050 году подала законопроект, который направлен на сведение выбросов к нулю. И примеры мероприятий, которые хочет внедрить испанское правительство, например, на 100% перевести систему электропотребления на возобновляемые источники энергетики, полностью прекратить все проекты, направленные на добычу угля. И знаете, что действительно замечательно? Это то, что правительство предполагает, что этот план позволит в последующие 10 лет собрать больше 250 миллионов инвестиций и создать огромное количество рабочих мест. Еще одна страна, которая является ударником, это Южная Корея. Они также хотят максимально сократить выбросы СО2. И Южная Корея стала первой страной, которая сказала, что к 2050 году хочет свести выбросы к нулю. Она работает над прекращением финансирования добычи угля. И помимо этого у нее есть планы, направленные на поддержку работников и их переквалификацию, чтобы они начинали работать на более экологичных рабочих местах. Поэтому очень важно, чтобы зеленый компонент был включен в пакеты восстановления во время пандемии. Мой последний слайд. Почему ОНУФ настолько важны в новом контексте? Почему недостаточно просто делать экологичные пакеты экономического восстановления? Как я уже отметила ранее. Сейчас важно инвестировать. Давайте стимулирующие инвестиции. И ОНУФ рассчитаны на 10 лет. Они важны, потому что они дают определенный сигнал. И этот сигнал должен быть правильным, правильно направленным. Это позволит привлечь международное финансирование для достижения климатических целей. Помимо этого, также это позволяет лучше понять ситуацию. Если плохо продумать этот процесс, то может случиться так, что мы еще на протяжении десятилетий будем продолжать загрязнять планету и это ухудшить ситуацию. Мы должны думать не только о краткосрочной перспективе, а планировать и в среднесрочной, и долгосрочной перспективе для того, чтобы не оказаться заложниками будущего, когда риски будут возрастать, и все мы станем более уязвимыми. Процесс ОНУФ очень важен, потому что он также важен в контексте подотчетности, это позволит создать планы зеленого восстановления выхода из кризиса для того, чтобы придерживаться заданного курса после первоначальных стимулирующих инвестиций. И последнее. Пандемия коронавируса показала, что очень важно международное сотрудничество и многосторонний подход. Поэтому необходимо максимально серьезно отнестись к ОНУФ для того, чтобы не просто укрепить усилия, брошенные на восстановление, но и для того, чтобы подкрепить международные процессы. Большое вам спасибо за внимание. Здесь вы видите ссылку, которая позволит вам найти больше информации. Собственно, эти источники, которые я упоминала ранее, это вы можете найти на сайте Института международных ресурсов. Большое спасибо, что меня пригласили и готова ответить на наши вопросы. Большое спасибо, Найме. Это была очень всеохватывающая презентация усилий, прилагаемых в мире, ОНУФ, которые направлены на разрешение нескольких проблем одновременно. У нас есть несколько вопросов от участников. Вопрос. Мы продолжаем говорить про вклады, но не являются ли они устаревшим инструментом? Европа берет на себя очень высокие цели, но Европейский Союз также потребляет продукцию, которую производят в таких странах, как Китай, Индия и Россия, которые оставляют очень огромный углеродный след. Поэтому рассматривается ли вариант дополнительного учета выбросов по потреблению, а не производству? Большое спасибо. Это очень толковый вопрос. Касательно того, является ли устаревшим инструментом ОНУФ или нет. Я полагаю, что Парижское соглашение, цель устойчивого развития, как только мы разберемся с кризисом, связанным со здравоохранением, когда мы разрешим эту проблему, мне кажется, что цели устойчивого развития, повестка на 2030 год, они должны стать путеводной звездой, потому что пандемия показала, что необходимо объединить усилия, необходимо сотрудничать. Это единственный способ, который позволит разрешить эту проблему на мировом уровне. Именно поэтому цель устойчивого развития в Парижском соглашении это то, что объединяет всех нас, нечто общее. И мне кажется, что, двигаясь вперед, мне кажется, надо не думать о том, устаревшие они или нет. Важно между собой согласовать различные процессы и начать использовать различные инструменты, которые у нас есть для того, чтобы все это реализовать. И понимаете, мы здесь не можем говорить о том, что Ануф — это самое прекрасное, что мы только могли придумать. Нет, это просто как кирпичики, которые позволяют нам построить необходимый фундамент. Понятное дело, что все должно быть устойчивым, зеленым, экологичным. И Ануф предоставляют нам, опять же таки, знаете, они как путеводная звезда, они дают нам видение и понимание, в каком направлении нам двигаться, и правильно ли это направление. И необходимо понимать. Вы спрашиваете про Европейский Союз. Важно, чтобы все объединили усилия. Например, если мы говорим про Европейский Союз, он должен убедиться, что есть пакеты по восстановлению после пандемии, и также зеленый курс Европейского Союза делает вклад в этот процесс. Говоря про потребление в противовес производству. Понятное дело, что это очень важный вопрос. И мне кажется, что Европейский Союз... Ну, надо подождать и посмотреть, что мы завтра увидим, если действительно завтра планы будут опубликованы, и на что будет выделено финансирование Европейского Союза. Но до пандемии Европейский Союз на самом деле начинал рассматривать определенные инструменты для того, чтобы понять, что все, что будет возиться на территорию Европейского Союза, будет иметь меньший углеродный след. И важно понимать, что мы говорим не только о выбросах, которые производятся в Европе, но и за ее пределами. Большое спасибо за ответ на данный вопрос. Еще один вопрос. Какие есть подходы на сегодняшний день, позволяющие нам принять вам внимание как прямые, так и косвенные выбросы? И мне кажется, под косвенными выбросами подразумевается, например, машина. Если вы покупаете автомобиль и используете его, то кто отвечает? Компания, которая спроектировала этот автомобиль, та, которая нефть, может быть, добыла или кто-то другой? Мне кажется, что, возможно, поставивший вопрос ссылается на механизмы, которые мы используем. И важно убедиться, что если страна А сокращает свои выбросы, то страна Б финансирует их, например, выделяет деньги на сокращение выбросов, то кто в рамках ОНУФ отвечает за сокращение выбросов? Страна А или страна Б? Та, которая сокращает выбросы или та, которая финансирует этот процесс? Довольно непростой вопрос. И на самом деле Парижское соглашение. У нас есть с одной стороны, но помимо этого еще много различных деталей и правил, о которых до сих пор ведутся переговоры между странами для того, чтобы внедрить Парижское соглашение. И есть шестая статья Парижского соглашения. Это та статья, которая посвящена как раз этому моменту. Тому, как можно убедиться, как страны могут максимально прозрачно работать со своими выбросами. И что происходило во время последних двух обсуждений? Это то, что страны не смогли достичь согласия касательно этих правил. У них был проект текста во время 25-й конференции, но, к сожалению, там было очень много узких мест. И не все отвечало духу Парижского соглашения. Поэтому произошло что? То, что этот проект по итогу принят не был. и поэтому переговоры были отложены на конференцию, которая должна была пройти в этом ноябре, в ноябре этого года, но теперь пройдет в следующем году. Мне кажется, что пока что не удалось достичь соглашения касательно этого. Но знаете, лучше, чтобы соглашение было хорошо продуманным, чем просто проработать какое бы то ни было соглашение. потому я надеюсь, что на следующей конференции, 26-й, когда бы она там не происходила, страны смогут достичь соглашения касательно того, как торговать выбросами, обсудят международные механизмы торговли, потому что это является частью международной архитектуры, направленной на сокращение выбросов. И нам нужно соглашение, потому что необходимо проработать эти правила, которые позволят нам установить четкие границы. Большое спасибо за этот вопрос. У нас есть еще несколько вопросов, но поскольку времени у нас почти не осталось, я еще один вопрос сейчас поставлю. И потом отправлю. Конечно. Итак, вопрос. Сейчас разразилась пандемия. на ваш взгляд приведет к усилению локализации, в частности производства. Соответственно, объемы международной торговли сократятся, и перемещение товаров также уменьшится. На ваш взгляд, это будет иметь положительное влияние на окружающую среду? Что вы об этом думаете? И что вы думаете о локализации, как о способе борьбы с климатическим кризисом? Хороший вопрос. Конечно, страны будут стараться возродить цепочки поставок и оздоровить экономику. И это нормально. Если это означает рост производства на местах, почему бы и нет? Тем не менее, увеличение местного производства не означает конец глобализма и конец международного сотрудничества. Это не означает национализм или протекционизм. На мой взгляд, можно выстроить больше локальных цепочек поставок и адекватно реагировать на пандемию, поскольку точно так же можно объединить силе для борьбы с климатом. Если страны согласуют свои действия по решению проблемы, то это уже решение. И если в рамках этого решения нужно больше выращивать овощей внутри страны, то все в порядке. Если действия согласованы. Но если каждая страна сама по себе и пытается по-своему справиться с пандемией без консультации с другими странами, без согласования действий, это может быть вредоносным, на мой взгляд. Что касается цепочек поставок, например, можно объединить усилия по исследованиям в области вакцины и в то же время в других направлениях можно доправлять финансовые потоки для достижения одной и той же цели, но при этом не прибегая к протекционизму. На мой взгляд, это чрезвычайно важно для решения глобальной проблемы. И вирусы, и выбросы не знают границ. Соответственно, необходимо действовать в прямом смысле всем миром для того, чтобы решить эту проблему. Благодарю вас. Нас просто заваливают вопросами. У нас есть время на один вопрос. Этот вопрос касается нашего региона. Вопрос такой. Благодарю вас за прекрасный обзор. Ваш институт выпустил ли руководство по совершенствованию НДС? И есть ли конкретное руководство по регионам здорово было бы получить документ именно по Восточной Европе? Какое прекрасное предложение. У нас есть общее руководство для правительств или для других людей. Там мы шаг за шагом расписываем, как искать возможность в рамках ОНУ для того, чтобы повысить цели. Мы делали разбивку не по регионам, а по отраслям. у нас также вышли отраслевые руководства и правительство может посмотреть по конкретным направлениям, шаг за шагом, чтобы найти способ повысить цели в рамках конкретной отрасли. Транспорт, лесное хозяйство, энергетика и несколько других. Таким образом, можно найти способы повысить и расширить климатические амбиции. Вы знаете, пандемии нет или универсального решения нет, и наши документы так построены, чтобы не говорить, все страны должны сделать то-то и то-то. Скорее, мы даем алгоритм, чтобы страна могла оценить собственную специфику и выработать план действий. Любые заинтересованные стороны, не только государственные, могут воспользоваться предложенной нами методологией, могут применить ее к национальной специфике и могут определить лучший способ для того, чтобы повысить цели, содержащиеся в АНУФ. И в заключение мы пытаемся довести наше руководство до ведома стран, стран, которые заинтересованы. Мы проводим вебинары, мы проводим встречи для заинтересованных лиц, для того, чтобы показать эти отраслевые руководства. И если этот метод применяется в той или иной стране, мы хотим показать, как его применить к специфике данной страны, для того, чтобы определить оптимальный путь для усовершенствования АНУФ в сфере транспорта или энергетики. Мы очень ценим сотрудничество других сторон. Нам кажется, что пересмотр АНУФ должен подразумевать разные стороны заинтересованных лиц, потому что если все группы заинтересованных лиц задействованы, то улучшается взаимодействие, улучшается обязательно. Это не значит, что цели взяты с потолка. Именно тогда цели ставятся с учетом мнения всех заинтересованных сторон. И таким образом реализация улучшается в разы. Я не знаю, кто спрашивал, но пожалуйста, вы можете со мной связаться, автор вопроса, для того, чтобы мы поговорили о вебинаре или для того, чтобы мы представили наше руководство именно для вашей страны. С удовольствием сделаем. Ноэми, я тоже считаю, что это было бы важно для всего региона. Мы благодарим вас, Наоми. У нас осталось несколько вопросов, но мы вынуждены прерваться сейчас, для того, чтобы не отставать от графика. А график у нас сегодня плотный. Благодарим вас за доклад. Пожалуйста, оставайтесь на конференции. Что ж, спасибо.